Я хотел бы в этом видео рассказать о сиротских приютах православных, которые я увидел во время своей поездки в Кении. Первый приют, который мы посетили, был в районе Кисии. Он создан и управляется православным священником нашим, отцом Федором Ауру. Когда я спросил отца Федора, как он пришел к мысли о создании сиротского приюта, он рассказал, что раньше он управлял небольшой начальной школой. И вот его матушка, которая там преподавала, она заметила, что один ребенок постоянно спит на уроках. И отец Федора с матушкой аккуратно спросили ребенка, что происходит, почему. И выяснили, что ребенок живет в настолько тяжелых, нечеловеческих условиях, что он не может спать дома, приходит не выспавшимся, высыпается в классе на уроках. И согласие родственников этого ребенка, отец Федор взял его к себе домой воспитывать как своего. Но таких детей постепенно становилось все больше и больше, и в результате возник целый такой сиротский приют. Причем, что меня тронуло, этот приют построен отцом Федором прямо вокруг его дома. То есть он постоянно рядом с детьми, и он, его матушка, они живут вместе с ними. Время более двух лет назад этот сиротский приют поддерживали греческие спонсоры. Но еще два года назад, когда отец Федора публиковал его фотографию вместе со мной во время моего предыдущего визита сюда, то эти спонсоры отказались поддерживать далее детей. И отец Федор вместе с прихожанами пытается справиться самостоятельно. Здесь немного, это небольшой приют. Здесь 25 человек, все православные дети. Ну, слава Богу, что сейчас с помощью владыки Леонида, патриаршего экзарха Африки, у этого приюта появится больше возможностей заботиться о тех детях, которые здесь есть, и, может быть, и о новых детях. Рядом с приютом располагается православный храм преподобного Афанасия Великого, в котором все дети регулярно молятся, приступают к таинствам, а также принимают участие в богослужениях в качестве чтецов и певчих. Второй православный сиротский приют, который мы посетили, находится в том же районе Кисии, но в другой его части. Он создан тоже нашим священником, отцом Гермогеном. Встреча здесь тоже была, как видите, с местным колоритом. Во время визита я тщательно проинспектировал оба приюта, осмотрел и условия жизни воспитанников и воспитанниц. Вместе с обоими отцами были выработаны планы по развитию приютов. И вот за прошедший год с небольшим удалось уже многое сделать. По благословению митрополита Клинского Реонида были выделены средства на то, чтобы провести электричество в оба приюта. Пробурили скважины, чтобы установить колонки для питьевой воды. Установили водонапорную башню, построили некоторые подсобные помещения. Если кухня ранее была самая примитивная, готовили на открытом огне, то теперь уже приобретено кухонное оборудование, гораздо более эффективное и современное. В оба приюта также приобрели коров, чтобы у детей всегда было молоко. А также кур и установили курятники, чтобы всегда были куриные яйца. В целом Экзархат взял на себя ежемесячные расходы на питание детей, зарплату сотрудников и прочие хозяйственные расходы. А также оплачено школьное обучение для воспитанниц. Хотя еще не все сделано из намеченного, тем не менее удалось существенно улучшить бытовые условия проживающих здесь детей. Если кто-то из вас желает поддержать вот эти сиротские приюты, то можно это сделать по следующим реквизитам, которые вы видите на экране.